Про себя буду тип рока рассказывать. Рока, да. Рассказать о своих достоинствах в интервью не успела. Позвали зрители. Свой рок Евгения Михайловна зачитала со сцены. Ну как, достойный кандидат. Решать ведь вам. Я все приму как факт. Ес! Настоящая битва супер бабушек и супер дедушек. Чтобы завоевать симпатию членов жюри, одни читают авторские стихи, другие играют на музыкальных инструментах. Доченьки родные, постареложия. А дальше борьба в трех раундах. Участники отвечают на вопросы ведущих. Первое задание для дедушек и первое поражение. Какими другими словами сказать, не густим. Не пищайтесь. А вот команда супер бабушек оказалась более эрудированной. Участницы быстро и правильно отвечали на вопросы. Преимущество всю игру было на их стороне. Какая самая популярная игра головоломка? Внимание, ответ. Кубик-рубик. Это правильный ответ. Еще одним дополнительным заданием для конкурсантов было приготовить блюдо для их любимых внуков. Здесь вы видите, есть стол с гостинцами от дедушек. Рядом стоит стол с гостинцами от бабушек. Конкурсанты признались, что их внуки любят больше сладкое. Поэтому здесь можно увидеть всевозможные торты, сладкие пирожки и варенье. Своими рецептами участники делятся со зрителями. У Надежды Владимировны из Ртищева пять внуков. Любви хватает на всех, говорит женщина, так же, как и вкусной еды. Все живут рядышком, все прибегают на мои блинчики, пироги и торты. Любят со мной играть, беседовать. Я советы даю. Мне иногда тоже советы дают. Учат меня по компьютеру. По очкам выиграла команда супербабушек. Но в преддверии праздника, Дня пожилого человека, все участники получили призы и подарки. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24.